Механизмы утильсбора в Казахстане начали разрабатывать в Министерстве экологии, геологии и природных ресурсов. Ранее казахстанские автомобилисты просили установить ставки утильсбора не выше 100 тысяч тенге. Почему именно такие суммы и что на это ответили в Минэкологии, выясняла Людмила Батюшкина. Карагандинский активист Владимир Вершинин считает, что утильсбор в Казахстане нужно отменить совсем. Ведь многие автомобилисты сами разбирают свои старые авто. Металл используют в хозяйстве, запчасти продают. До заводов по утилизации автохлам доходит редко. Второй вопрос. Машина, за которую я в Казахстане заплатил миллион, я ее продаю. И она выезжает за границу. И там тоже берут за утильсбор. То есть получается, как это, мошенничество, что ли? Здесь эти деньги, которые заплачены за утилизацию, они как? Вам не возвращаются? Да. И эти деньги владельцу не возвращаются. И точно так же машина здесь не утилизируется. На это нет никаких затрат, не тратится. Но миллион с меня взяли. За что? Лидеры движения «Нет утильсбору» составили письмо на имя президента и премьер-министра Казахстана. И предложили, во-первых, принимать в зачет утильсбор, уже оплаченный в странах ЕС. А во-вторых, установить ставки на автотранспорт 100 тысяч тенге. А на кабельно-проводниковую продукцию, сельхозтехнику, грузовой и спецтранспорт. А также на электрическое и электронное оборудование – нулевые ставки. Мы рассчитали 100 тысяч тенге за счет того, что в Европе для сравнения утилизационный сбор равен 100-200 евро. А для сдачи на утилизацию автомобилей достаточно нам в Казахстане 100 тысяч тенге. Потому что у нас утилизируется в три раза меньше, чем импортируется и производится автомобиль. При таких ставках автомобили подешевеют на суммы от 1 до 3,5 миллионов тенге, считает Берег Заиров. В страну поступят более качественные и доступные автомобили из Европы, США и Эмиратов, Южной Кореи. Но не будут поступать старые авто, так как есть технический регламент. Старые машины, наоборот, будут уходить в соседние страны ЕС. В Минэкологии прошло первое заседание рабочей группы по вопросу утилизбора. Пересмотр ставок утилизационного сбора будет проведен межведомственной рабочей группой, в которую вошли также представители общественности. По ставкам с учетом обсуждений будут внесены изменения в приказ министра экологии, геологии и природных ресурсов об утверждении методики расчета утилизационного платежа до конца февраля текущего года. Министр заверил, что за последние пять лет, благодаря введению принципа РОП, доля переработки отходов в Казахстане выросла с 2,5 до 21%. С сегодняшнего дня возобновит прием утилизационных платежей новый государственный оператор. Рабочая группа также пересмотрит суммы, на которые выдаются скидочные сертификаты на сельхозтехнику и компенсации за сдачу автохлама.